Добрый день, друзья! Меня зовут Ваган, производственная компания Moskit. Разрабатываем и производим оборудование для общепита, в частности, коптильные электростатические сушильно-вялочные камеры с 2008 года. Сегодня 19 декабря 2021 года. Как бы хотел подвести итоги года, по которым мы работали. Ну, вкратце, для тех, кто недавно присоединился к нам, давайте я вот расскажу весь наш модельный ряд, который у нас есть. Во-первых, коптильня УЭК-1 дробь 1, загрузка до 10 килограмм. Коптильня УЭК-2, загрузка до 25 килограмм. УЭК-2 дробь 50, загрузка до пятидесяти килограмм. УЭК-2 дробь 100, загрузка до 100 килограмм. И самое на сегодняшний день, наша большая коптильня, это УЭК-2 дробь 200, загрузка до 200 килограмм. Также выпускаем три модельный сушильно-вялощных камер. Это модель ШВС-1 до 80 килограмм, ШВС-3 до 120 килограмм, ШВС-4 до 240 килограмм, максимально возможной загрузки. Также у нас на сайте представлены дрова, ольха и микс. Одной коробки дров хватит на 100 копчений. Дрова подготовленные, по размеру напиленные, просушенные. Одна такая коробка, она недорого стоит, вам хватит на несколько, на месяц, на два, ну в зависимости от интенсивности копчения. Также у нас на сайте представлены шампура тонкие для моевы, переходники для мелкой рыбы, сетка для горизонтального копчения, и крючок я потерял, и крючки. Все это есть на сайте, друзья, пожалуйста, смотрите, выбирайте, кому что нужно. Переходники для мелкой рыбы, они ставятся на отверстие, то есть вместо одного ряда вы можете уже вешать в два ряда. Все это представлено на сайте пока, пожалуйста, заказывайте кому как нужно. Друзья, в коротце про наше оборудование. Что оно из себя представляет? Это коптильни горячего и холодного копчения электростатические, то есть с применением высоковольтного магнитного поля. Чем еще наши коптильни отличают от других? У нас коптильни на горизонтальном оригинальном демогенераторе моей собственной разработке. Демогенератор запатентован, как и весь москит. Недавно, как говорится, руки дошли, я его запатентовал. То есть горизонтальный демогенератор на дровах, он позволяет коптить в автоматическом режиме. Ничего поджигать вручную не надо, все работает автоматически. Ну, есть много подробных видеороликов. Сегодня как бы новогодний какой-то такой, предновогодний выпуск. Хотелось бы как бы вкратце пройтись про основным моментом. Ну, коптильни вы, наверное, наши знаете. Ну, к примеру, да, взять. Все коптильни у нас одинаковые. Вне зависимости от размера они все совершенно одинаковые. Побольше коптильни они комплектуются выдвижными вешалками. В каждом, в каждой коптильни есть паспорт, гарантийный талон, инструкция для начинающих. Ну, инструкцию для начинающих нужно обязательно читать и выполнять. Друзья, есть кто не хочет этого делать, это неправильно. Если вы не будете инструкцию для начинающих выполнять, у вас никакого копчения не получится. Ну, вот есть даже такая коптильня, самая большая, она на 200 килограмм. Тут уже 4 ряда вешалок. Иголки между вешалами можно убирать и коптить в горизонтальном положении. Есть сетки, есть переходники, то есть, чтобы увеличить загрузку коптильни. Сушильная камера внутри выглядит таким образом. То есть, сушилки у нас с этого года комплектуются подносами. Не знаю, для чего это нужно, но по просьбе многих наших потребителей мы комплектуем подносами. Продукт, потому что некоторые хотят прямо из воды доставать, прямо с капающей водой, заносить сушилку. Это неправильно. Продукту надо дать время стечь на вертикальной поверхности или на сетке и потом только вешать сушилку. Тогда никакой воды не будет, потому что тут мощный поток воздуха, который сдувает все это. Сушилка комплектуется толстыми шампурами. Это полки и обычными шампурами. Это продукт, который вешается. Шампура не универсальные. Сушилки достаются, вешаются в коптильни вместе с продуктом. На эту тему ролика много было, друзья. Кому интересно, можете на нашем канале на youtube посмотреть. Вот. Что еще хотел сказать, друзья. С нового года, в этом году у меня наконец дошли руки. Я запатентовал москит. Получил патент. В этом году у меня наконец дошло время. Нашлось время, я занялся патентованием. Я сейчас москит запатентовал. То, что я придумал в свое время, я запатентовал. То есть, игольчатые карты, ну и наверное уже многие про них знают, кто пользуется. Это моя личная разработка. Игольчатые карты. Выдвигающиеся вешалки. На изоляторах. Видно здесь, что они на изоляторах. Выдвигающиеся вешалки. Это то, что есть оригинальное в моските. То, что мной придумано, разработано в 2008 году еще. В далеком. Горизонтальный дымогенератор на дровах. У всех коптильных он располагается сбоку. Работает на дровах. Это единственный в России коптильник, который может работать на дровах. Единственный дымогенератор. На обычных дровах. Загружаете сюда дрова. Нажимаете кнопку. Он работает автоматически. Также три модели сушильно-вялочных камер. ШВС-1, ШВС-3, ШВС-4. ШВС-3. Ну внутри она уже побольше. Тут в комплекте шампура. Поднос. Это надо вытаскивать и собирать внутри. Так. Чем отличается сушилка-4? Сушилка-4 это уже два ряда продуктов можно вешать. Комплектуется двумя мощными вентиляторами, а также инструкции для использования. Друзья, наши коптильни написаны 4 в 1. Что значит 4 в 1? Это 4 вида копчения в 1 коптильни. Это значит холодное электростатическое, холодное традиционное, холодное электростатическое, горячее традиционное, горячее электростатическое. Люди спрашивают, почему у нас в коптильни нет сушилки? Друзья, коптильня это коптильня. Сушильно-вялочная камера это совершенно другое. И впихивать вот этот огромный вентилятор в коптильню, ну нет никакой целесообразности. Да его и не впихнешь и вода. Вообще вода и копчение это враги. Их надо отделять, разделять. А поставить маленький вентилятор от туалета там сбоку и сказать, что у нас есть сушилка, ну пока до этого никто катились. Ну если для сравнения, для сравнения посмотрите вот какой вентилятор и попробуем его впихнуть в сушилку. Как можно вот этот вентилятор впихнуть в коптильню, друзья. Это мощный вентилятор. 3000 кубов в час работает. Если меньше, то сушка будет неэффективной и долгой. Друзья, когда вы получаете коптильню москит, есть отдельные индивидуумы. Это один на тысячу. Вместо того, чтобы прочитать паспорт, выполнить инструкцию для начинающих, они берут, делают следующее. Они берут эти два инструмента в руки, закатывают рукава и набрасываются на москит. Друзья, делать этого не нужно. Ну неужели вы думаете, что мы не знаем, вот где продается вот такой утеплитель или такой утеплитель? Ну неужели мы не знаем, где это продается? Как вы думаете, не знаем мы или знаем? Друзья, если было это нужно, все-таки мы коммерческая компания, ну мы бы это все ставили, ну чтобы денег заработать, побольше всего продать. Или отдельные ужасы, вот какие датчики такие ставят на москиты. Некоторые умельцы вот такой мусор умудряются поставить, впихнуть куда-то. Для чего это нужно, я не понимаю вообще. Друзья, за все время производства коптильен москит, за все время производства продаж коптильен москит, мы познакомились с очень интересными людьми. Конечно, передаю все, компания, команда москит передает привет всем нашим потребителям, желает в наступающем году всего самого наилучшего. Друзья, многие наши потребители присылают нам видеорецепты, как они коптят на нашем оборудовании, где, в каких помещениях, что производят, какие деликатесы. Хотел отдельный приветы, конечно, приветы передаю я всем, но отдельно я хотел передать привет. Юрий, город Юшкарула. Юрий, передаем вам пламенный привет от компании москит. Я уж не помню, сколько лет вы на нашем моските работаете, ну года четыре точно я помню. Юрий, это один из первых, кто нам начал присылать видеоролики, ну нормального качества. Спасибо вам, Юрий, за все. Да, и продолжает он присылать до сих пор эти видеоролики. Будем на связи, Юрий. Всех благ в наступающем новом году. Компанию москит передает славе города Владивосток. Канал, пойдем покоптим. Слава, ту работу, которую вы проделали за столько времени и продолжаете делать, вы дарите добро людям. То есть, вы совершенно бесплатно выкладываете рецепты по копчению на моските, то есть, помогаете людям совершенно бескорыстно, совершенно бесплатно. Очень интересные и качественные рецепты. Хотели также передавать, передать привет Ольге из города Сорочинска. Группа, у нее есть группа своя, яблочный дымок. Ольга, я вас приветствую. Присылайте еще видео рецепты, мы с удовольствием их выложим на нашем канале. Также компания привет передает Игорю город Петропавловск, Казахстан. Игорь, приветствуем вас. Мы знаем, что вы работаете не только на москитах и на другом оборудовании. Ваши рецепты часто используют наши потребители. Ну, кто с вами общается. Вот, очень интересный рецепт. Я тоже имел честь читать. Также передаем привет Павлу город Азбекст. Известный блогер, раскрученный. У него много подписчиков. Павел, вам привет. Всего хорошего в новом году. Так, и конечно, большой-большой привет. Не только, я надеюсь, все, кого я перечислил, они тоже это присоединятся ко мне. Передаем привет Диане Строгой. Диана, передаем вам плавенный привет. Наилучшие пожелания в новом году. То, что вы коптите, как вы коптите на моските, уже стало давно эталоном для многих. Вы творите просто на моските чудеса. Вот, ваши копчености это просто высшее качество в кулинаре, я считаю. Будем на связи. Присылайте еще ролики Диана. С удовольствием их выложим. Также хотели привет передать Алексею город Владивосток. В этом году он много нам видео рецептов присылал. У него тоже очень интересное производство. Интересный большой ассортимент рыбы он коптит. Также передаем привет Александру город Москва. Компания Смоки Фуд. Алексей очень интересный человек. Он именно технолог производства. То есть, можете к нему обращаться по поводу законности деятельности. То есть, оформить все документальные части. Если хотите, официально как-то на большие сетевые магазины как-то работать, можете с Александром контактировать. Передаем привет от компании Москит Ларисе Лимоновой. Лариса, приветствую вас. Ваши ролики всегда с юмором, всегда интересные. Продукция ваша тоже очень интересная. Коптите интересные вещи. Присылайте ролики. С большим удовольствием будем выкладывать. Удачи вам в новом году. Компания Астория Светлана. Передаем вам привет. Тоже ваши копчености просто выше всяких похвал. Конечно они высшего качества у вас. Желаем успехов в новом году. Передаем привет Евдокия Тимофеевна. Здравствуйте. Передаем Евдокии Тимофеевне. Удачи вам в новом году. Присылайте еще рецепты. Что-то вы пропали, не слышно вас. Евдокия Тимофеевна. Так, интересные люди Светлана и Кайдар. Город Нурсултан. Вам большой привет от компании Москит. У них компания называется Все свое. У них цех. Они совершенно недавно месяца два у нас купили коптильную маленькую на 10 килограмм. Друзья, творят на ней буквально чудеса. Будем на связи. Присылайте еще рецепты. Видеорецепты, видеообзоры. С удовольствием будем выкладывать на нашем канале. Передаем привет каналу Жить деревне хорошо. Приветствую вас. Спасибо за присланные видео. Присылайте еще успехов в развитии вашего канала. Передаем привет Роману город Жуковский. Роман сам добывает рыбу, ловит ее, коптит. То есть у него весь цикл. Про тоже интересные рецепты присылает. Удачи и успехов в новом году Роман вам. Передаем привет Александру солнечный Магадан. Александр приветствую вас. Спасибо за присланные видео. Желаем успехов, здоровья в новом году. Передаем привет станице Алексеевской, Краснодарский край, Тихорецкий район. Людмиле передаем привет. Людмила финансистов в прошлом купила у нас коптильню и просто творит чудеса на ней. Присылала очень много красивых фотографий, видео просылала. Людмила, вам привет. Успехов в новом году. Вы на связи. Хотели передать привет Алексею Бирюкову. Друзья, Алексей Бирюков уникальный человек. Он буквально гуру в колбасном деле, ну не постесняюсь этого слова, в российском масштабе. Недавно он мне колбасой присылал. Я просто там, по-моему, 9 видов колбасы. Такой колбасы я в жизни не пробовал, честно говорю. Это Нижний Новгород. Алексей, вам привет. Алексей тоже и на моските коптит, и на другом оборудовании. В общем, будем рады. Алексей, присылайте еще фотографии. Компания Москит передает привет Людмиле из Малайзии. Людмила, вы прислали пару роликов, ну они короткие, не очень хорошие. Присылайте еще, будем рады. Я знаю, вы коптите там всякую экзотику, присылайте, будем рады выставить на нашем канале. Передаем привет Армену, Лос-Анджелес, США. Армен, спасибо за теплый прием. Компания Москит передает вам большой-большой привет. Видео мы от вас так и не дождались. Присылайте, как вы коптите, что вы коптите. Будем рады выставить на нашем канале. Передаем привет Александру. Северная Каролина, город Шарлот, США. Александр купил у нас самую большую коптильную, среднюю, сушино-вялошную камеру. Ну они там серьезно занимаются этим. Александр, присылайте еще видео, если есть, либо фотографии по копчению. В общем, будем на связи. Будем рады всегда вас слышать. Передаем привет Яковлеву, Михаилу, Канада, город Торонто. Михаилу так и нам не присылали ничего. Присылайте видео, будем рады выставить на нашем канале. Желаем вам успешного копчения, или если какие-то вопросы, звоните, всегда ответим. Передаем привет Анне из города Паттайя, Таиланд. Анна, тоже ждем видео, так его не прислали. Передаем привет Вагану, поселок Отзун, Армения. Ваган, привет. Отличные фотографии присылаешь, спасибо. Присылай еще, будем вставлять. Передаем привет Тамазу, город Телави, Грузия. Тамаз, привет, давно тебя не слышно. Ждем от тебя фотографии, видео, как там твое копчение. Хотел передать привет каналу Копчу сам автор. Спасибо за присланные видео. Недавно он к нам присоединился. Тоже очень интересное копчение у него. Вот. Ну, друзья, вот я кого не упомянул, извините, конечно, прошу прощения, но вот кого вспомнил, тех упомянул. Я даже записал специально. Значит, всем, друзья, желаю удачи, успехов в новом году, здоровья, здоровья, хорошего настроения, позитивного настроя, и чтобы у вас все было и в бизнесе, и в личной жизни все только хорошо и отлично. Ну, друзья, на этом, наверное, все. Это новогодний был выпуск. Желаю исполнения в новом году, желаний всех здоровья, счастья. Будем на связи, друзья. До свидания, всего доброго.